В ветклинике спасли кота, едва не замёрзшего насмерть в снегу. Тело кота покрывали комья снега и льда, и он едва подавал признаки жизни. В конце января 2019 года, где-то в штате Монтана, домашний кот по кличке Флаффи решил погулять на улице в морозный день, когда его хозяев не было дома. Однако вернуться после прогулки обратно в тёплый дом, тем же путём через кошачью дверцу, коту почему-то не удалось, а морозы на улице тем временем усилились. Когда семья наконец вернулась домой, они нашли своего кота, лежащим во дворе в снегу и практически замёрзшим насмерть. Они всегда были очень хорошими хозяевами. И тут же привезли кота к нам в клинику в надежде спасти его, рассказывает ветеринар. Все наши врачи тут же занялись реанимированием животного. Был настоящий оврал. Мы растопили снег и лёд тёплой водой, а потом стали сушить его из тёплых фенов и окутав тёплыми полотенцами. Сердце кота билось, когда его привезли в больницу, но тело было очень холодным и почти закоченевшим. Прошло около часа, когда состояние кота наконец стабилизировалось и он начал двигаться. Так и осталось неясным, что произошло с котом на улице, отчего он не вернулся в дом через тот же ход, каким выбрался наружу. По одной из версий, его сильно напугало другое животное. Скорее всего, собака, которая на него напала. На теле кота были найдены следы, похожие на следы собачьих зубов. К счастью, эти раны оказались несерьёзными. Он находился в руках врачей и медсестёр несколько часов, а потом провёл ночь под регулярным наблюдением. На следующее утро ему уже было намного лучше. Он мог двигаться и ходить. После этого происшествия семья Флаффи решила ограничить кота в прогулках и выпускать его лишь в тёплую погоду. Его хозяева недавно переехали в этот район, и Флаффи уже жил рядом с их домом. Он был уличный бродячий кот. Они сначала взяли над ним опеку, стали его кормить, а потом и вовсе взяли к себе домой, рассказывает ветеринар. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдёте много интересного.